Библейский портал экзегет.ру представляет 39-й псалом для библейского портала «Экзегет». Считаем перевод российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнёв. Псалтирь – это диалог, мы уже это не раз говорили, и диалог между псалмами в том числе. И вот у нас с вами здесь, под конец первой части, от первых сорок псалмов, под конец первой части начинается такая напряжённая, ну, почти до драки дискуссия, да? Вот у нас с вами, я перелистываю назад, 35-й псалом «Как плохо быть грешником», 36-й псалом. Не завидую даже, если они временно процветают, они очень скоро будут наказаны, а праведники вознаграждены, 37-й, «Господи, это на самом деле ты меня унизил, ты меня мучаешь, сколько же можно, прекрати это делать». 38-й, я вообще ничего не понимаю, я только понимаю, что жизнь моя очень краткая, и я прошу тебя, дай мне порадоваться, прежде чем я уйду, и не станет меня. На этом заканчивается 38-й псалом, и такое ощущение, что псалмопеец впал в депрессию. А может быть, это разные авторы, они вот носят написание эти псалмы обычно, не все, но многие, псалом Давида, 39-й тоже, начальник у хора псалом Давида, Давид какой-то, может быть, лирический герой этих псалмов, и 39-й отвечает на мрачную атмосферу 38-го. Всё плохо, мне остается только ждать смерти и надеяться, Господи, что ты меня хоть как-то чем-то порадуешь, прежде чем меня не станет. В 39-м всё. Было плохо, но не осталось плохо. Я надеялся на Господа, надеялся и ждал. Он склонился ко мне и услышал мой крик. Из ямы могильной он поднял меня, из трясины болотной вытащил. Он поставил меня на твердой скале, дал ногам моим крепко стоять. Новую песню вложил мне в уста, хвалу нашему Богу. Многие, увидев это, станут трепетать, и Господь будет их надеждой. «Блажен, кто на Господа уповает, кто не идет к гордецам, к тем, кто погряз во лжи. Господь, Бог мой, сколько ты всего сотворил, сколько чудес ты задумал ради нас. Никто не в силах сравниться с тобой. Я буду возвещать о них, но они так велики, что не расскажешь. Не хочешь ты ни жертв, ни приношений, ни всесожжений, ни жертв очистительных. Ты открываешь мне слух». И тогда я сказал, «Вот я, я пришел, это обо мне написано в свитке. Бог мой, я хочу исполнить волю Твою, Твой закон у меня в сердце. Я возвестил о правде Твоей, не стал молчать среди великого собрания. О, Господь, Ты ведь и сам это знаешь. Твою правду не стал я таить, поведал, что Ты верный заступник. Среди великого собрания не стал я скрывать Твою верность и доброту. О, Господь, не лиши меня милости своей. Доброта Твоя и верность пусть всегда меня хранят. Окружили меня беды, нет им числа. Мои грехи настигли меня, и застят взор. Их больше, чем волос, у меня на голове пал я духом. Господи, будь добр ко мне и спаси меня. На помощь, Господи, поспеши, пусть будут опозорены и посрамлены те, кто хотел меня погубить. Пусть с позором уйдут прочь те, кто желал мне зла. Пусть отвернутся с позором те, кто надо мной насмехался. Вот, вот он. А вот те, кто стремится к Тебе, пусть настанет веселье и радость. Пусть всегда говорят, как велик Господь. Те, кто любит себя у заступника, не обиден и нищ. Но печется Господь обо мне. Ты помощник мой и спаситель. Так немедля же, Бог мой. Вот ответ, да, на 38-й псалом. Буквально из ямы могильный он поднял меня, из трясины болотные вытащил. А там говорится, я скоро умру, тогда же мне хоть немного порадоваться. И фактически он уже себя как мертвого воспринимает. А здесь он оживает. Каким-то образом Господь его выводит из этого состояния. Поставил меня на твердой скале, дал ногам моим крепко стоять. Новую песню ложил мне в устахвалу нашему Богу. Новую, да, вот песнь новая, которая уже упоминалась, как призыв ее воспеть. Но почему она новая? Да потому что жизнь продолжается, потому что состояние меняется. Можно увидеть эти псалмы как диалог не только между разными псалмопевцами, но и как между разными состояниями души одного и того же псалмопевца. Успокоенность, отчаяние, возрождение, надежда. Да, вот это все здесь звучит. Мы проходим через очень разные состояния. Наши молитвы бывают очень и очень разные. И вот здесь он обретает какую-то новую надежду, поэтому новая песня. Да, поэтому новый день, новая песня, новое состояние с Богом не скучно. Иногда тяжело, но никогда не скучно. Если это бесконечное повторение одних и тех же банальных слов, это не с Богом, а со своими какими-то идеями о нем. И вот здесь он прямо поражается этому. Ты столько всего сотворил, столько чудес задумал ради нас, никто не в силах сравниться с тобой. Вот этот мир нас постоянно удивляет, что такое происходит, о чем мы никогда не задумывались. И неожиданно не хочет и ни жертв, ни приношений, ни всесожжений, ни жертв очистительных. Как это в законе Моисеевом сказано, что хочет, требует более того. Ты открываешь мне слух. То есть жертвы не очень важны. Хотя, да, они вроде бы обязательны, но ты открываешь мне слух. Чего ты хочешь, Господи, чтобы я тебя услышал? Это самое главное. Вот это удивительно, да. То есть псалмопевец у нас возмущается несовершенством мира, благодарит Бога за его, наоборот, доброту и красоту. И вдруг он говорит, ты хочешь, чтобы я тебя услышал? Вот оказывается, в чем дело. Вот все это, что было, вот все эти разные состояния, эти метания, эти страдания, это надежда, это возрождение. Это чтобы я что-то понял о тебе. Это важнее, чем жертва. И тогда я сказал, вот я, я пришел, это обо мне написано в свитке. Бог мой, я хочу исполнить волю твою, твой закон у меня в сердце. И вот, наконец, возникает совпадение текста и человека. Это обо мне написано в свитке, вот она, псалтирь. Это обо мне, это мое состояние. Я не царь Давид, конечно. И понятно, что я пришел, обо мне написано в свитке, будет пониматься как мессианское пророчество, пророчество о Христе. Но, в принципе, это о любом верующем. Вот он свиток, вот она, псалтирь, и вот он я. И это написано обо мне. Оказывается, я начинаю понимать через эти слова молитвы, через очень разные состояния, через слова, которые меня вызывают возмущение иногда, иногда, наоборот, восхищение, согласие или резкое отражение. Я начинаю понимать что-то о вере, об этом мире. Вот псалтирь – это еще и диалог между мной, читателем, и текстом. И я, наконец, говорю, вот я в свитке. Это обо мне написано. И когда он это понимает, я возвестил о правде твоей среди великого собрания. Твою правду не стал я таить, не стал скрывать твою верность и доброту. То есть, что-то такое, что переполняет человека. Нельзя об этом не сказать. И тогда не лиши меня праведности, твоей доброта, твоя верность пусть всегда меня хранят. Значит, обо мне написано в свитке, но одновременно это значит, что вот то, о чем здесь говорится, должно стать частью моей жизни. Смотрите, до этого там были всякие внешние проблемы, они здесь остались, окружили меня беды, но самое главное, что грехов больше, чем волос на голове. Если только человек не лысый, это довольно-таки много. И вот, наконец, он не выясняет, что там плохие грешники, нечестивцы, хорошие я, и не говорит, ну, если я чем-то согрешу, прости меня. Он признает, что вообще-то беды и грехи, они, ну, хотя бы в одной идут связки. Мы не знаем точно, как они зависят друг от друга, но какая-то есть связь. И вот его даже не очень сейчас волнует прощение этих грехов, его не очень волнует наказание других грешников, его волнует вот это состояние с Богом, Господи, будь добр ко мне и спаси меня. Я не знаю как, я не очень понимаю, что происходит. До этого в псалмах псалмопевец напряженно размышлял, да, впадал то в такое благодушие, то в депрессию, то еще в какие-то разные состояния. Вот он сейчас говорит, я не очень понимаю, что происходит, это не очень важно. Важно, чтобы ты был со мной. Пусть отвернутся с позором те, кто надо мной насмехался, а у тех, кто стремится к тебе, пусть настанет веселье и радость. Но уже вот, скажем так, этот пафос, это горячее желание, чтобы Господь наказал всех плохих и наградил всех хороших, они потихонечку уходят, все становится более ровным. Я беден и нищ, но печется Господь обо мне. Ты помощник мой и спаситель, так немедля же, Бог мой. Вот ближе к концу этой первой части происходит некоторое возвращение к равновесию. Да, вот этот 39-й псалом, он, скажем так, более созерцательный. Да, это были очень страстные, очень такие глубокие эмоциональные псалмы. Этот становится более созерцательным. Но для завершения первой части нам не хватает еще одного. 40-й псалом будет кратким подведением итогов этой первой части. Субтитры создавал DimaTorzok